Привет, я Женя, Женя Джеки Дуган, Гуляй Рванина из Черной Экономики. Со мной мой коллега Сережа Бразилец из Рыночных Отношений. Сегодня попробуем рассказать вам о своих музыкальных ассоциациях с теми или иными моментами в жизни. Надеюсь, получится достоверно и интересно. Я бы поставил Муслима Магомайова, а тебе Москва. Не этот? Этот. Этот? Лучший город Земли был. В нашем городе светло, над вечерней рекой, не мечтал до зари. Я не знаю, это какая-то, возможно, ассоциация из детства или что-то такое. Короче, есть трек московская, и у меня есть строчка из этой песни в треке московская, немножко перефразированная, как бы заимствованная. Подошвами топ, мозоли натерты, на надонях площадей, распростертых, под небом подпертым, заводскими трубами. На надонях площадей были не спизжены, а вот так как бы процитированы из этого трека. О, блин. Я даже не знаю. Это, наверное, что-то в детстве, там, на каком-то стритбол-челлендже, там, в 2000 году, в 2001, какой-нибудь трек. Касты или Юга. Ну, давай я сейчас поставлю самый нашумевший трек того, короче, времени. И, скорее всего, когда его читали вживую, это было тоже топ. Ну, потому что это, блядь, был гимн русского рэпа, блядь. Начало 2000-х. Вот, когда этот стрепев читали, это был пиздец. Я думаю, все, кто рэп с 2000-х слушает, в курсе за этот трек. Причем я его, ну, я много раз был на концертах Юга и Ноунеймерс, и на каждом концерте этот трек, это как апофелл всего концерта. То есть, постоянно в конце читали этот трек, и это просто было, блядь, нечто. Да, этот трек суперкрутой, короче, был. На самом деле, вот это Туса, Ноунеймерс, Юга, Диоби, Рабыгампы. Вот это был такой, Диоби империя они стали называться. Это была альтернатива в русской музыке, в русском рэпе в те времена, в 2000-е. Это было противопоставление, как бы, Бэтби Альянсу и их, вот этой движухи, которая была коммерческая, а эти были чуваки, как бы, настоящие. Я раньше каждый день, у нас два союза на Вишняках было, ну, магазины союза. Я каждый день в каждый из них ходил, просматривал там такая маленькая, даже не полочка, а на полке такая, там, три таких вот рядика с русским рэпом. Я все знал наизусть, какие там есть альбомы. И каждый раз приходил, просматривал, может, что-то новое выложили. И как только видел что-то новое, потом у меня первый квест я проходил, второй надо было эти 35 рублей найти теперь, чтобы кассету купить. Все, я к маме, к бабушке выпрашивал деньги, шел, все сразу кассету покупал. Я вот не помню, услышал ли я ее в тюрьме или нет, но, по-моему, да. Если я по времени не ошибаюсь, сейчас я ее поставлю. Это вообще суперкрутой трек. По-моему, по-моему, я его первый раз, ну, я его с клипа услышал. Это был уже 16-й год, если я не ошибаюсь. Я его в 17-м услышал. Это Джедди Майн Трикс. Ну, если, короче, это на флешку у кого-то, то есть скачанная с интернета, то это такая гоповская музыка, то есть там много рэпа, но это настолько гоповской рэп, я даже не знаю, откуда они его берут, откуда это вообще можно, где это можно скачать, просто найти даже, где это, я не знаю, даже эти треки. Но из такого, что там, может, это Каспийский груз, много песен бывает на флешках, а так, в основном, это по Муз-ТВ там попса идет и все слушают, я сам там все песни наизусть знал, потому что постоянно Муз-ТВ включаешь, там клипы эти все смотришь, обсуждаешь. Нет, у меня там на самом чувство отчаяния-то не было вообще. И такого, чтобы прям вот мне оно помогало справиться, нет. Провести время, повеселиться, там, например, я одевал наушники и просто уходил в свой мир и просто кайфовал. Или там ходил по продолу в плейере туда-сюда, вот так вот, и просто махал руками, напевал на меня все. Ну, меня уж там так все знали, как бы ничего такого, но некоторые там, знаешь, так вначале, типа, при чем дело, и там мне похуй было, я просто кайфовал, и все. Слушай, ну это вообще такой вопрос, вот как бы возвращаясь к своему детству, к тому, что смущенность в детстве из русской музыки, если взять какого-нибудь популярного в Америке чувака, который там в 90-х взрывал, скорее всего, сейчас он будет супер, там, знаешь, на какой-нибудь бриллиантовой тачке, короче, там, в супер почете, как бы везде до сих пор. Там, а у нас вот есть такой персонаж, там, в Гатванов, шеф. И почему-то, опять же, могу, конечно, ошибаться, но у меня ощущение, что его, типа, все знают, но никто, типа, не катирует. И такой трек, который там незаслуженно может забыть, или что-то такое, ну, вот, типа, Bad B Pro, альбом «Городская тоска». Очень крутой, как бы, трек. Чуть-чуть не повезло им со временем. Я думаю, если бы та популярность, которая у Bad Balance была тогда, в нынешнее время была, то они бы нормально даже на том же стриминге поднимали бы денег. Согнаюсь. Потому что тогда Bad B это было в рэпе тоже топ. Да, у меня есть даже пару треков. Но это одного исполнителя. Вот один у меня в сегодняшнем моем плейлисте, ну, в настоящее время какой-то плейлист у меня есть, а другой трек мы постоянно слушали, когда занимались, вот, последние годы полтора, наверное. Он тоже у меня был на флешке, про которую я рассказывал, на колоночке постоянно. Этот трек всем нравился. Это Be Baby Tepa. Но, буду честным, я его послушал уже после того, как мне этот человек написал, мы с ним заобщались, но могу сказать, что это прям, типа, не мой жанр, как он делает, но вот этот трек мне понравился. Ну, я вообще больше про такие лиричные темы. У молодых чуваков чему можно поучиться? У них, в общем, как правильно, довольно, ну, такие, демоебические тексты, иногда без рифмы там, ну, как бы, иногда бессвязно. Но, как бы, вот, за счет постпродакшена, за счет какого-то внутреннего ощущения у них создается такая общая картина, атмосфера. Вот это прикольно. В некоторых треках действительно это присутствует. Я вот сколько ни старался, я вот двух исполнителей хотел понять, потому что их очень любят, их очень слушают, там, одного из них вообще, там, это супергений, это просто пиздец. Нет, это скриптонит, это еще, это просто, там, я такие, ну, про него, что этот супергений, ты чего, это пиздец, это, блядь, я вот сколько ни пытался, специально прям включал и слушал специально, блядь, и второй, это Кезару. Вот сколько я ни, я думаю, да, вот я специально открываю альбом, блядь, вот, вот, прямо все, сейчас буду слушать, может, я что-то недопонял, там, где-то не услышал, может, я одну, вторую, третью, четвертую, десятую, думаю, блядь, короче, не смог я понять. Ребята, подписывайтесь на канал Тостер, смотрите видео с нами в комментариях, пишите свои ответы на вопросы, которые задавали нам, интересно, почитаем, посмотрим. Слушайте правильную музыку. Так, а это... О, нихуя себе. Вау. Спасибо. Кайф. Вот это да. А что у тебя? А, у тебя кино? Да. Круто, у меня портишь хэд. Блин, портишь хэд круто. У тебя вертак есть? Что, Гавр? Вертак есть? Нет. Ты так, на карандаш, и с игумочками. Спасибо. О, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok